Я рада приветствовать вас! Дорогие школьники! Сегодня нас ждет увлекательное путешествие. Мы с вами узнаем о том, как выглядели средневековые города Казахстана – Талхиз и Койлык. Ребята, вы, наверное, уже слышали, что Великий Шелковый путь пролегал через весь Казахстан. Вдоль караванной дороги и возникали древние поселения – городище Талхиз, Талгар, Талхир, Тальхир или Тальхиз. Разные источники называют его по-разному – и Койлык, Кайлык, Каялык или Антоновка – важные точки на карте нашей истории. В 2014 году оба городища были признаны объектами ЮНЕСКО как звенья серийного памятника из 33 городов, расположенных на маршруте Великого Шелкового пути на территории Казахстана, Кыргызстана и Китая. Впервые о Талхизе заговорили в 982 году. Расцвет города пришел на 11-12 века. Неизвестный персидский автор в своей книге «Границы мира» отмечает, что в Талхизе жили воинственные, смелые и доблестные люди. Благодаря археологическим раскопкам сегодня мы можем представить, как выглядел древний город. Дома строились в основном возле магистральных улиц, очень близко друг к другу. Один квартал состоял из 6-15 домов, где жили люди, связанные родственными или религиозными взглядами. Всего в городе было около 60 кварталов. Жилища состояли из двух-трех комнат. В одной из комнат был очаг – тандыр, который обогревал помещение. Здесь же готовили еду и пекли лепешки. Также в домах обязательно были погреба и небольшие зернохранилища. Для древних толгарцев скотоводство играло не последнюю роль, ведь город в большей степени сформировался от перехода кочевых племен к оседлому образу жизни. Однако старый уклад еще долгое время хранился в быту. Подтверждение этому – найденные в некоторых дворах основания юрт. Трудно представить, но в XIII веке город был крупным экономическим и политическим центром. Здесь очень хорошо были развиты ремесла – кузнечная, стекольная, юбелирная, касторезная. Люди умели качественно обрабатывать любые металлы. Широкое распространение получило строительное дело. Город был населен в основном тюркоязычными племенами, в числе которых Уйсуни, Дулаты и Карлуки. Нашли здесь археологи и свидетельства бурной торговли. Китайские фарфоровые чаши, японскую керамику, персидские бронзовые кувшины и блюда, индийские костяные шахматы. В жемчужиной коллекции считается медное блюдо XII века с изображением крылатых сфинксов и бегущих зверей. Оно хранится в Центральном государственном музее Казахстана. Жизнь в Талгаре резко изменилась после того, как Семеречие в начале XIII века было завоевано татаро-монголами. Здесь стал преобладающим скотоводческий уклад, тогда как земледелие и городская жизнь пришли в упадок, и во второй половине XIII века город прекратил свое существование. Городище Койлык находится в Сарканском районе Алматинской области, близ одноименного села. Цветущим город был в период с IX по XIII века. Французский путешественник Гильом Рубрук в своих записях упоминал, что уже тогда в Койлыке были водопровод и канализация, и это подтверждают раскопки. Археологи обнаружили в этой местности буддийский и манихейский храмы, соборную мечеть, мавзолей и захоронение проповедников. Когда-то город был крупным политическим и торговым центром. Об этом свидетельствуют найденные здесь серебряные и медные монеты. Сегодня большая часть находок Койлыка были снова погребены или законсервированы, тогда как есть угроза их исчезновения из-за природных факторов – снега, ветра, дождя и жары. В скором времени археологи планируют открыть здесь большой музей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На этом мы завершаем наш урок. Теперь я прошу вас ответить на три вопроса. Первый вопрос. В каком веке Талхиз был крупным экономическим и политическим центром? Второй вопрос. В каком районе находится город Койлык? Третий вопрос. В каком веке Талхиз прекратил свое существование?